Внезапно самосвал случайно сместился в неправильном направлении, в результате чего множество других автомобилей столкнулись друг с другом. Девочка заметила высокого мальчика с блестящими черными волосами, одетого в мужскую форму ее школы. Несчастный случай произошел, когда мальчик прошептал что-то на ухо корпоративному работнику, и в этот момент вспыхнула полоса желтого света. Оказавшись вне поля ее зрения, он уже переходил улицу, несмотря на суматоху на улицах. Потрясенная девочка села на свой стул в классе, задаваясь вопросом, сможет ли она когда-нибудь найти парня, которого она видела ранее на перекрестке здесь, в их школе. Хорошо зная, что в академии Хатягая есть подавляющее большинство населения. Занятия начались в 15-й секции, но учительница представила классу парня с блестящими черными волосами. Он представился как Хатати Сота, новый студент этого учебного заведения. Невероятно удивленный, девочка резко встала со стула и указала на него пальцем. Когда она поняла, что натворила, она покраснела и быстро села, смущенная своими действиями. После первого урока несколько учеников подошли к Соте в надежде подружиться с ним. К сожалению, все они были немедленно отвергнуты. Затем он заметил, что девочка пристально смотрит на него с момента его появления. В тот момент, когда они встретились взглядами, девочка повернулась к нему лицом, чтобы он немедленно заговорил с ней. Сота согласился на это, и они поднялись на крышу здания. Девочка сразу же обратилась к Соте с вопросом о его странных действиях и присутствии во время аварии на перекрестке. Она пожаловалась на его привычку смотреть на голову человека и читать по ней, прежде чем принять какое-либо решение. Он с неохотой упомянул что-то о флагах. Затем он объяснил, как он может видеть флаги и уничтожать эти флаги, чтобы люди не пострадали от своих ожиданий и тех, кто хочет приблизиться к ним. К нему. Он верит, что несчастье приходит к людям, которые приближаются к нему. Поэтому ему нужно побыть одному. Она столкнулась с ним лицом к лицу и отругала его за то, что он не должен чувствовать себя одиноким и винить себя в несчастьях других. Она сказала ему, чтобы он был самим собой рядом с ней, и официально представилась Анами Найт Блёйтфилд. Затем она вернулась в дом, и они решили вместе пообедать. Они сели в тенистом саду школы и поняли, что Шота не принесла с собой никакого обеда. Внезапно какая-то стильная, необычная и суперэнергичная брюнетка вышла из кустов и застенчиво представилась Махагавашава Аканы, которая также является одной из их одноклассниц в одном классе. Она спросила Шоту, может ли она пообедать с ним, но он не знал, кто она такая. Нанами рассказала ему о прошлом Аканы, как дочери богатой группы компании Махагашава. Покраснев, Аканы также рассказала ему о прошлом Нанами. Она принцесса в маленькой захолустной стране в Европе, княжестве Блёйтфилд. Он сразу же отклонил предложение Аканы, но Нанами попыталась убедить его завести друзей и избавиться от чувства вины. Он увидел, как жёлтый флаг, символизирующий дружбу, появился на голове Аканы после того, как он сломал его ранее, отказавшись. Он позволил ей делать всё, что она хотела, и она была в восторге. После всех занятий Нанами и Шота вместе выходили из кампуса, когда Аканы быстро побежала, чтобы догнать их. Шота спросила её, почему она хочет сблизиться с ним. Аканы ответила, что ей показалось, будто он кричит, как кошка, и она хотела ему помочь. Это заставило его почувствовать себя таким подавленным, но Аканы захотела навестить его дом в знак их дружбы. Они втроём отправились в очень далёкое место. По прибытии, Шота представил заброшенный дом, как свой дом. Он был достаточно благодарен за то, что у него есть такой приют, и обе девочки до сих пор были шокированы этим зрелищем. Они вошли внутрь, несмотря на сопротивление и пробираясь на цыпочках по разбитым полам. Они добрались до его комнаты, и Аканы рассказала, что это был её первый раз, когда она была в комнате подруги. Позже, когда Шота вошла в ванную, Нанами рассказала Аканы о своих намерениях. Аканы рассказала о своём детском опыте общения с подругой, которую она не смогла спасти. Поэтому вместо этого она захотела спасти Шоту. Когда они собирались уходить из дома, Аканы что-то забыла в комнате. Когда Шота и Нанами уже вышли на улицу, Шота заметила, что на голове Аканы появился флаг смерти. Он вбежал в дом, увидел, как Аканы падает со второго этажа, и не смог спасти её от падения. Он подошёл к ней и попытался сломать флаг смерти, иначе она умрёт. Затем он вспомнил, что один из способов сломать флаг – это создать другой. Поэтому он поцеловал Аканы в губы, чтобы создать романтический флаг, и это спасло её. Она громко закричала и сильно покраснела. Шота открыл глаза и увидел океан, находясь на корабле. Он увидел силуэт девушки, которую назвал Юнисан. Когда он моргнул, шляпа упала ему на лицо, а когда он снял её, то увидел девочку с розовыми волосами. Они вошли внутрь, и она представилась как Сакура и предложила поиграть в одну игру. Флэшбэк заканчивается. Вернувшись в их класс, показывает, чтобы поприветствовать цунами, но она отказывается официально признать его и обращается к нему как к извращенцу, который поцеловал Аканы без разрешения. Позже тем же утром сладострастная девушка с зелёными волосами, которая всегда носит с собой лопаточку, кричит об этом. Это в качестве приветствия для её подруги детства соты. Она обняла его и баловала так же, как делала это, когда они были младше перед своими одноклассниками. Её зовут Кикуно. Она объяснила, почему он не знал, что она была одной из его одноклассниц, и что она заболела в тот день, когда он перевёлся. Она была старше их группы, но так как в прошлом году она училась за границей, ей пришлось вернуться на один класс назад. В конце концов они вчетвером отправились в дом соты, так как Кикуно хотела проверить приют своей лучшей подруги детства. Она разрыдалась, когда увидела, в каком ужасном состоянии находится дом. Она даже подумала, что Нанами и Аканы были подружками соты, и сразу же согласилась на такое мероприятие, если это действительно так. Когда мы ехали в поезде, возвращаясь из скромного жилища соты, Нанами спросила соту, какой флаг был на голове Кикуно, и это был флаг сестринской любви. Когда Сота попыталась отвергнуть намерение Кикуно, флаг увернулся и не сломался. Вернувшись в школу, они отправились в чайный клуб, в неклассную программу в школе, к которой присоединились все четверо. Здесь они познакомились с Рюкишибарой Цумуги, старостой школы, который, как считалось, существовал ещё до основания школы. Они пришли сюда с целью попросить помощи в выделении САТ-комнаты в школьном общежитии, чтобы обеспечить ему приятное пребывание и хорошее укрытие во время учёбы. Год. Старейшина отказался обратиться за помощью в подобном случае, потому что это было так просто сделать. Поэтому они назвали юную Мемори, юную девушку с фиолетовыми волосами и зелёными глазами, которая носит защитное снаряжение вокруг своих конечностей, как дева-воин. Это Сайтайдзю и Мемори, президент студенческого совета, которая ворвалась сюда, чтобы представить себя героем этого дня. В конце концов, вся эта помощь и появление новых персонажей привели к тому, что в доме Фрасоты был сделан ремонт. Как только они прибыли в его дом вместе со старшей по памяти, она оценила продолжительность ремонта дома, который будет выполнен инженерным отрядом Академии Хатагая. Вместе с другими сотрудниками к этому процессу присоединились и несколько их одноклассников из первой секции Ф. Когда дом был полностью отремонтирован, Сота подумала, что это мужское общежитие. Однако президент студенческого совета не сообщил ему, что он должен жить там ещё с четырьмя людьми, иначе общежитие будет снесено. Перед этим старейшины поговорили с Сота, в то время как другой из них вносил последние штрихи в обустройство общежития. Старейшины сказали, что то, что делают остальные, является проявлением доброй воли, а не ответной любезностью. Цумуги хотел, чтобы он почувствовал их доброту в глубине души и не воспринимал это как долг, который нужно вернуть. В следующий раз, когда он узнал об этом, Аканы уже вызвалось остаться вместе с Кикуно Магумой, одноклассником мужского пола, которого всегда ошибочно принимают за девочку из-за его симпатичных черт лица. Он решил жить с ними в одном общежитии, потому что считает, что Сота был первым человеком, который правильно определил его как мужчину. Конечно, Нанами была там, но в состоянии становиться в комнате, которую она предпочитает, решила, что все они останутся на ночь в комнате Соты. Потому что его комната была единственной, в которой была мебель. Девочки решили принять ванну после рабочего дня, оставив Магуму с Сотой. Между ними возникло неловкое чувство, потому что они были новичками в обществе друг друга. Пока Сота молча сидел в комнате и ждал, пока девочки закончат принимать ванну, Сота увидел на голове Магумы флаг мужественности. Магуму неправильно истолковали, и он захотел подглядеть за девочками, чтобы удовлетворить свое самовосприятие того, что он мужчина. Однако, когда они добрались туда, Сота сказала ему, что настоящий мужчина даже не подумает подглядывать за кем-либо. Когда Сота вышел из ванны и был избит девочками, когда Магума втолкнул его внутрь, он обнаружил, что тот уходит с черным флагом в руках. Он быстро последовал за Магумой в комнату и понял, что его там нет. Вместо этого на шкатулке с сокровищами был нарисован флаг смерти. Когда он открыл письмо, лежавшее внутри шкатулки, он вспомнил свое прошлое о девочке по имени Сакура и об их обещании следовать указаниям победителя. Сота проснулся от того, что Акана навалилась на него сверху. Это ошеломило его, когда он встряхнулся, чтобы прояснить возникшее недоразумение, когда Нанами снова ворвалась в комнату, чтобы засвидетельствовать положение Аканы. Они поссорились из-за того, как Аканы получила доступ в его комнату, а позже выяснилось, что запасной ключ был дан Кокуно через ее старшую сестру. Во время спора они втроем заметили какое-то движение под одеялом Соты. Это был Магума, которого Кокуно привел в комнату Соты посреди ночи после того, как он пошел в ванную. Кокуно увидел их вчетвером в комнате Соты и был приятно удивлен тем, что ее планы сработали ранним утром. Она пригласила их всех позавтракать, в то время как Аканы верила, что все, что делает Кокуно, делается для счастья Соты. Прошло несколько минут, и они услышали громкий звук движущегося двигателя за окном. Они сразу же проверили, что происходит за окном, когда вертолет приблизился к окну. Вертолет оставил большой сверток, похожий на холодильник. Они сразу же отправились во двор, чтобы посмотреть, как открывается коробка. Как только она автоматически открылась, из коробки вышла женщина-робот с длинными белыми волосами и топазовыми глазами, одетая как горничная, чтобы поприветствовать их. Она официально представилась как ниндзя Баяси Рури, которая будет роботом, подключенным к вестовому общежитию. Как только робот поклонился им, у него отвалилась голова, и он пополз прямо к ним. Они закричали. Как только они запихнули робота Рури внутрь, им удалось вернуть голову на место, и он все равно продолжал работать. Далее было объявлено, что он предназначен для обслуживания Аканы, дочери владельца компании Махагашава Электроникс. Когда они решали, оставить ее у себя или нет, Сота не возражала против ее пребывания здесь. Они поприветствовали робота и направились в школу, так как все опаздывали. Во время перерыва в школе их группа из общежития квестов осталась на крыше здания, чтобы посмотреть школьные объявления через проектор через Рури. Во время просмотра от президента студенческого совета поступили новости о недельном спортивном карнавале под названием All Week Athletic Carnival. Команда, которая сможет пройти неделю с лучшим результатом, получит титул МФП. Это грандиозное мероприятие в школе, возглавляемое студенческим советом, которое очень волнует как у Ной остальных учеников. В то время как остальные в восторге от этого, Сота вспомнил свои воспоминания из определенного прошлого и мысль о том, что он, возможно, не сможет расшифровать их прямо сейчас. Внезапно президент студенческого совета пришел, чтобы лично поговорить с их группой. Она сообщила им всем о возможности закрытия общежития квеста, потому что многие администраторы объединили общежития вместе. Их зависть к мужчинам, которые могут общаться с девушками в общежитии, заставила их быть такими уступчивыми в отношении общежития. Поэтому президент студенческого совета заключил с ними сделку, что если группа студентов квестового общежития станет мф спортивного карнавала этого года, то квестовый зал не будет закрыт. Закрыто. В противном случае Сота будет исключен, а общежитие разрушено. Чтобы помочь команде победить, она протянула руку помощи второкласснику Языке Рину. У нее на голове был типичный флаг неблагонадежности, так что спасибо Солу. У нее такая феминистская аура и индивидуальность, что она терпеть не может, когда мужчины зависят от женщин. Вернувшись в общежитие квест, Рин стала одной из обитательниц общежития и начала тренировать их всех. Начиная с того, что просыпалась раньше шести утра, чтобы побегать и сделать несколько физических упражнений для наращивания мышечной массы. В то время, как другие девочки отдыхали от тренировок, Рин заставила Сота работать в два раза усерднее и заставила его больше бегать вместе с ней, чтобы тренировать его. У Сота перехватило дыхание, когда он спросил, может ли он сделать перерыв на второй день, когда Рин пожаловалась на то, насколько он слаб для тренировок. Команда. Он сел перед озером и сказал, насколько это ново для него, учитывая, что он так долго был один. Вплоть до недавнего времени. Рин поделилась, как он похож на ее друга детства Соту, которого она хвалила больше всего, потому что он мог сражаться с ней без страха. Затем она написала своему другу детство сообщение, чтобы поделиться своей историей о нем, когда Сота получила электронное письмо. Оно было от Рин, и они подтвердили друг другу это. Рин сообщила девочкам об их воссоединении. Девочки были счастливы, что они наконец-то хорошо поладили друг с другом и стали ее лучшими друзьями детства. На следующий день они поклялись быть стойкими и стремились стать командой имф для Сотой общежития квестов. Карнавал, который продлится всю неделю, действительно начался. Кокуно, Аканы, Нанами, Рин Магума, Рури и Сота уже распределили свои роли и определили, в какие игры они будут играть. Вам нужно будет победить, чтобы получить титул МФП. Рин объяснила механику получения титула МФП, особенно Соте, которая новичок в этой системе. Механика сосредоточена на командной работе, а это значит, что победа во всех играх в течение всей недели может гарантировать им титул чемпиона. Они выбрали задания для занятий, исходя из своих индивидуальных качеств. Аканы начала розыгрыжи игр, в то время как Магума ждал в течение нескольких минут забега мальчика на 100 метров и был в очередной раз Рури была неправильно понята как девочка. Студенческий совет открыл церемонию с Самуги их старшим, который рассказал о карнавале в его прежние времена. В программу мероприятий даже включено соревнование учителей по массажу, что весьма полезно для учителей. Рин похвалила Нанами за то, что она легко выиграла конкурс «Принцесс», в котором она была единственной, кто прошел квалификацию. В турнире ППК Сота легко побеждает, читая флаг противника и направление мяча, чтобы забить гол. Внезапно толпа начинает сходить с ума от радости за Мегуму, который легко выигрывает гонку на треке. Раньше он был членом команды по легкой атлетике, но теперь присоединился к клубу домашней работы. Аканы вернулась верхом на своей лошади после победы в скачках и предложила Соте прокатиться верхом, но он отклонил ее предложение. Так что Рин, Магума и Кокуно забросили его на спину лошади, и он был перенесен на свою следующую игру. Со второго по последний день недели они собирались на кухне общежития Квеста и обсуждали планы на ближайшие дни. А также стремились укрепить дружбу, чтобы предотвратить исключение Соты и закрытие общежития. Сота подошел к неосвещенному месту, где находится раковина, и громко закашлялся. Он понял, как быстро привыкает к спокойной жизни и избавляется от своих проблем. Рури нашла его и рассказала о своем анализе потери самоуважения девочкой и о том, как он влияет на их эмоциональное состояние и уверенность в себе. Он хотел прекратить эту игру и вместо этого добиться исключения. Благодаря этому он почувствовал, что Рури может быть спокойнее, зная, что у него меньше чувств, чем у людей, таких как девочки. Они просто будут больше беспокоиться о нем. Они с Рури отправились в зеленый сад. В конце концов он рассказал Рури о своей близкой смерти и о том, как это страшно для него. По мере того, как его эмоции усиливались, он выразил свой еще больший страх причинить печаль и обиду девочкам, когда он умрет, оставив с ними хорошие воспоминания. И что если его исключат, то это может быть терпимо для них. Девочкам и причиняет им меньше боли. Он вдруг вспомнил о письме, которое нашел в шкатулке с сокровищами несколько дней назад. Как только он произнес фразу «Принцесса-рыцарь, маг, духовенство-ниндзя», Рури всплыл, засветился и был активирован, программный код первого флага инициировал режим белого взлома, чтобы отправить его в свои воспоминания. Его отправили в общежитие для участников прошлых квестов. Принцесса-рыцарь, которая очень похожа на Нанами, сказала ему, что он король. Затем она приказала магу, похожему на Кейна, священнослужителю, который не был ему знаком, и ниндзя, похожему на Рури. После этой вспышки прошлого его вернули обратно к роботу Рури. На следующий день их последним шансом было выиграть финал турнира БКей для Соты, чтобы они могли приступить к финальному командному упражнению. К сожалению, Сота был очень рассеян и не смог должным образом охранять свою базу, поэтому занял только второе место. Сота был повсюду, разговаривая со всеми девушками в команде, чтобы поднять им моральный дух перед началом мероприятия. Он понял, что прошлое, которое он вспомнил прошлой ночью, было связано с тем, что Сакура пыталась побудить его найти истину о мире, и поиски общежития были первой подсказкой. Так что ему пришлось остаться. Они сделали все возможно индивидуально в командной эстафете, но когда Нанами упала и получила травму в самый критический момент, когда они были близки к победе. В результате они заняли только второе место. Но поскольку администраторы видели их командную работу во время игры, титул мв достается им независимо от того, сколько очков они набрали. Все они были очень обрадованы этой новостью. Сота искал что-то на одном месте в общежитии квестов, когда все девочки в Мегуме бросились к нему с криками Сота. Это несправедливо. Сбитый с толку всей этой суматохой, Сота удивился, почему они все так суетятся и сел вместе со всеми в гостиной общежития. Он узнал, что Аканы рассказала другим девочкам об их сделке. Аканы может пойти куда-нибудь наедине с Сотой, если они когда-нибудь успешно выиграют титул мв. Все они, за исключением отрицающие это Нанами, хотели пойти с ним на свидание, поэтому они хаотично обсуждали эти вопросы. Нанами предложила им разделить время дня, чтобы побыть с Сотой наедине. Они все согласились с такой обстановкой. Сота переоделась, чтобы начать запланированное свидание со всеми, кроме Нанами и Рори. Рори должен был заняться чем-то другим, в то время как Нанами сказала, что хочет остаться одна в общежитии. Нанами вошла в комнату Соды и несколько раз сказала ему, что не хочет идти с ним на свидание. Он сказал, что понимает ее точку зрения. Затем Нанами начала выходить из комнаты, когда с ее одежды упал листок бумаги. Она пыталась убедить его не покупать ей особенный торт по пути, и она повторила это дважды, когда на самом деле хотела торт и отказывалась. Сота опаздывала на свое мужественное свидание. Они решили потратить свое время на тренажер для когтей. Попытки Мегаму выцарапать когтями хотя бы одну мягкую игрушку в конечном итоге потерпели неудачу. Он посмотрел на Соту, почти хлопая глазами, чтобы позволить ему попробовать выцарапать одну из них. С первой попытки Сота увидел на одной мягкой игрушке когтистый медвежий флаг, и когда он попытался выцарапать именно этого плюшевого медведя, у него получилось. Мегаму поблагодарил Соту, купив ему очень большое блюдо мороженого. Он хотел, чтобы они оба попробовали съесть большую порцию мороженого одним глотком, так как Мегаму считал это мужественным поступком. Следующее свидание было назначено с Аканы. Она привела Соту на озеро, чтобы они могли взять напрокат лодку и поболтать, катаясь на веслах вокруг озера. Аканы сказала, что это была идея ее отца, так как большинство пар, которые туда ездят, распадаются. Она объяснила, что поскольку они не являются парой, у них нет права расставаться, но вместо этого они могут остаться вместе навсегда, потому что они друзья. Тем не менее, она открыта для того, чтобы стать с ним парой в будущем. Чтобы разрушить неловкое молчание, Аканы встала и чуть не упала с лодки. Когда Сота поймала ее, она промокла насквозь, и ее нижнее белье, которое посоветовало ей надеть мама, просвечивало сквозь одежду. Чтобы высохнуть, она решила привезти Соту в библиотеку, где ее и ее подругу детства, которые у нее забрали, разлучили друг с другом. Он обязательно должен был провести время с Рин после Аканы. Они отправились на берег реки и сели на скамейку, чтобы поговорить о своих детских воспоминаниях. Рин принесла их фотографии, когда они были маленькими. Она вся покраснела, когда вспомнила то очень уверенное время, когда они оба сняли нижнее белье в знак уверенности в себе. На самом деле это ничего не значило для Соты, так как они были всего лишь детьми, и он не помнил того времени. В результате ему пришлось нести Рин на спине, когда он направлялся в Кокуно. Учитывая их ситуацию, им троим пришлось вернуться в общежитие, чтобы позволить Рин отдохнуть в своей комнате. Кокуно проводил время с Сотой в ее комнате, пока они обсуждали сентиментальный предмет, который Сота подарила ей, когда она потеряла своего еще не родившегося младшего брата. По ночам Нанами и девочки оставались в гостиной. Она ждала, что кто-нибудь из них подарит ей тот торт, о котором она всегда мечтала, в качестве компенсации за ее очень тихий и одинокий день, но, похоже, никто ничего не принес. Тем временем Сота повесил бумажный пакет на дверь комнаты Нанами. Это был тот самый торт, который она постоянно просила его и остальных не покупать для нее. Рори пришел навестить его по коридору и рассказал о тайном подземелье в общежитии. Они вошли внутрь и увидели надписи на стенах. На рисунках были изображены рыцарь, маг, священнослужителей ниндзя. Внезапно из отверстия в лесу, ведущего в общежитие Квеста, показался очень яркий свет. Прежде чем последовать за светом, он попросил Рори позаботиться о девочках. Как только он добрался до источника света, то увидел беловолосую девочку, которая, похоже, знала о флаге смерти на голове Соты. Семь добродетелей, которые, как говорят, были рождены, чтобы лечить болезни людей, собрались в грандиозном зале. В него вошла женщина в маске, ее звали нулевой номер. Она убеждает совет расследовать действия Хатати Соты, учитывая его способность показывать свой собственный флаг смерти и то, что он бросил вызов своей вере. Поэтому она послала Седовласова даймё по имени Замурай Мэй. Теперь у Соты есть доказательства того, что новенькая девочка обладает такой же способностью ломать флаги, как и он. Сегодня состоится мероприятие в кемпинге. Две девочки сообщили Соте, что он присоединится к пляжному лагерю и лесному лагерю. Президент студенческого совета считал, что у него стало меньше уроков плавания, поэтому ему пришлось отправиться в пляжный лагерь вместе с первоначальным планом пребывания в лесном лагере. Как только они прибыли в пункт назначения, Аканы попыталась бежать на пляж, но потерпела неудачу, так как Кикуно и Рин отвезли ее в назначенный ей лесной лагерь. Сота, Мегума, Нанами и Цугуми отправились на пляж, чтобы искупаться. Сота был достаточно неохотен, чтобы даже окунуться в воду, пока Цугуми не столкнул его в воду. Как только он вошел в воду, его вырвало. Чем ближе он подходил к океану, тем больше воспоминаний проносились у него в голове. По словам Рури, его неспособность нормально подойти к пляжу может быть как-то связана с премиальным амбре. Они объяснили Цугуми, насколько разрушительным было прошлое Соты и через что ему пришлось пройти, но она об этом не знала. Затем она позаботилась о том, чтобы Сота постепенно освоился с водой, но после еще нескольких попыток он потерпел неудачу и захотел сделать перерыв. Он сел на скамейку в тени дерева, довольно далеко от пляжа. Во время перерыва, когда он был почти серьезно опечален своей неудачей, рожеволосая кавайная девочка в шляпе из сена предложила ему выпить. Когда он выпил незнакомый, мягкий на вкус напиток, это был удон со станции, который разбавили до тех пор, пока он не стал похож на спортивный напиток, объяснил эта девушка. Девушку зовут Дайшики Йогова Камика. Когда он услышал ее имя, то сразу же вспомнил эту букву. Он спросил ее, работает ли она неполный рабочий день. Она застеснялась и попрощалась, уходя. На следующий день Сота должна была присоединиться к отдыхающим в лесном лагере, но было сделано объявление. Отдыхающие в лесном лагере поменяются местами с отдыхающими на пляже, чтобы дать им новый взгляд на вещи. В итоге он все равно отправился на пляж вместе с Кикуно, Рин и Анакане. Пока остальные наслаждались пляжем, Сота сидел на песке и наблюдал за ними, когда Курамика снова появилась на пляже, чтобы продать свое мороженое. В конце концов он заговорил с ней, когда Акане попросила его помочь с огурцом, застрявшим у нее в декольте. Акане познакомилась с Курамика, купила все ее мороженое и поделилась им с другими отдыхающими. Когда ее спросили о том, как она тратит свою прибыль, Курамика убежала после того, как продала свое мороженое, потому что почувствовала себя чужой. Это событие заставило Акане вспомнить о своей подруге детства и забеспокоиться о девочке Кумика. В конце концов Сота сопровождал Кумика в ее пути и беседовал с ней. Как только она почувствовала себя комфортно, она поблагодарила его и пообещала поблагодарить Акане, когда они снова встретятся. Внезапно он увидел, как из головы девушки выскочил еще один флаг. Во второй части истории девочка показала Соте свое любимое укромное местечко. Когда она показала ему пещеру, она честно сказала ему, что уже знала, кто он такой, еще до того, как он представился. Он думал, что она хочет отомстить, потому что она была частью премиального эмбриона, но вместо этого она хотела загладить вину за поступки своих родителей. Когда они уже собирались покинуть пещеру, морская вода поднялась, и они оказались там на мели. Карамика винила себя в случившемся, и у нее на голове были флаги смерти. Она спросила Соту, может ли она стать его почетной сестрой, если они смогут выбраться оттуда, и заплакала. Соте пришлось сломать флаги, и он решил стать настоящими братьями и сестрами и привезти ее в Академию Хатягая. Это сломало ее флаг смерти и превратило его в флаг истории. Внезапно к ним бросилась тень какого-то существа с красными глазами. Это был Рури, который пришел, чтобы спасти их. Когда они наконец оказались на берегу, готовые стать полноценными братьями и сестрами и рассказать об этом остальным. Девочка с короткими оранжевыми волосами стояла перед пляжем на ночь выдалась ветреная. Это была Мегаму, которая была одета в женскую одежду. Он объяснил, что его сестры прокрались в их комнату и переодели его в женскую одежду. Девочки приветствовали Курамика как родную, как только Сота объяснил им свои планы стать старшим братом Камика. Сугами присутствовал в этот момент и разговаривал с президентом студенческого совета Мемори, которая является внучкой председателя школы. Они попросили Мемори попросить председателя об одолжении, чтобы она позволила Курамика войти в хатигаа, и так как она не хотела этого делать в первом классе. Сугуми попросил Соту сводить ее на свидание, как вернуть память. Они оба согласились на это, и на следующий день Мемори была одета в белое платье, которое подчеркивало ее красивую кожу и декольте. Они провели свое свидание у лесного ручья. Сате было очень приятно находиться рядом с девушкой, чей флаг не виден в одно мгновение. Мемори извинилась, потому что ей казалось, что она ему надоела. Затем он сказал, как здорово, что она живет полной жизнью. В середине его слов Мемори вспомнила своего брата, который тоже сказал то же самое о ней, лежа на смертном одре. Мемори обняла Соту и сказала ему, что готова сделать все, чтобы он был счастлив. А потом он увидел на голове Мемори прямоугольный флаг с надписью «Я люблю тебя». Он мысленно задался вопросом, не является ли это тоже одним из видов флага. Вскоре они поняли, насколько близки друг к другу, и почувствовали себя неловко. Когда они вернулись в школу, хотя Мемори делала все, что могла, администрация не разрешила им этого. Сота сообщил Камика плохие новости и попрощался с ней. Возвращаясь домой в общежитие Квеста, девочки обсуждали пляж. Когда они приехали, Камика была единственной, кто приветствовал их у себя. Они спросили, как она сюда попала, и указали на Мэй, беловолосую девушку, которая привела ее сюда. Когда они собрались в гостиной, Мэй сообщила им, что она изменила данные в школе и разрешила Каромика войти. Кроме того, здесь присутствует студенческий совет, потому что они тоже будут жить в общежитии. Мэй поговорила с Сотой о флагах и Совете Добродетелей после того, как он привел Каромика в школу. Мэй позволила ему увидеть, как он изменил судьбу многих людей, изменив их флаги. Смерть Нанами и Аканы была предотвращена, потому что он изменил их судьбу и судьбу еще многих людей, которые теперь стали его друзьями. Однако после того, как они вернулись в настоящий мир, Сота закашлялся кровью, вызванной активацией его флага смерти. Мэй попыталась удержать и снять флаг и увидела, каково это чувствовать смерть и страх. Ей удалось отсрочить активацию флага смерти. Однако Сакура, душа причастия, пришла и забрала воспоминания Мэй. Когда они оба проснулись, Сота спросила меня о Совете Добродетелей и флагах, но Мэй уже не помнит, что это было. В летнее время Сота ложится на колени Кикуно, чтобы вздремнуть. Кикуно обмахивала его веером и баловала, когда Рин подошла к ней и сказала, чтобы она перестала баловать его, иначе он может оказаться бесполезным бездельником. Чтобы осознать присутствие Рин и ее беззащитность, он предложил ей вздремнуть и съесть фруктовое мороженое. Они просто болтали о девочках, которые уезжают из общежития на лето, когда разговор перешел на май. После этого события Мэй стало мягче, и он все еще был сбит с толку ее утраченными воспоминаниями о семи добродетелях и флагах. Внезапно перед ними тремя обрушился мощный удар. Именно Рори унесла Соту прочь, унесла его прочь на своих реактивных крыльях, оставив двух девочек позади. Самолет приземлился на чистую землю. Это был дом Аканы, куда Рори привел его. Аканы объяснила, что Рори исчез после того, как она сказала, что хочет его видеть, и взяла его к себе в дом, как преданного робота. Аканы сообщила Кокуну о том, что произошло, учитывая, что они остались без уведомления о том, куда Рори везет Соту. В конце концов, пришли все девочки из общежития, кроме Нанами, которая находится далеко в своей стране, и Миэмари, которая отправилась домой. Аканы встретила их с огромным радушием, как истинную наследницу. Они собрались и поели, соблюдая правила поведения за столом Аканы, как вдруг Аканы приказала дворецкому дать Соте дополнительный кусок бифштекса. Все девочки сделали то же самое и заставили его съесть целую гору бифштексов. После ужина Сота отдыхал в большой горячей ванне в доме Аканы, когда кто-то вошел. Он подумал, что это Магуму пытался заговорить с ним, но это была Рин, которая вошла совершенно голая. Они оба были потрясены и спрятались в воде. Несколько мгновений спустя другие девочки вошли в воду, и Соте пришлось спрятаться за одним из каменных украшений в ванне, и мне пришлось ускользнуть из-за того, что Рин отвлекла меня. Внезапно позвонила Нанами и попросила позвать Аканы. Аканы, которая была полностью одета для сна, получила звонок, когда внезапно остальные пришли посмотреть видеозвонок. Нанами плакала и ненавидела их за то, что они не пригласили ее, и плакала, когда села батарейка в ее айпаде. На следующий день все они вместе с Сотой приехали в страну Блойдфилд. В аэропорту их встретила Нанами, и они бросили ей огромную подушку с напечатанной на ней фотографией Соты. Позже они ехали на поезде, направлявшемся в центральное королевство под названием Твинблейд. Чтобы добраться туда, нужно ехать три часа. Все начали задавать вопросы о том, насколько мирным и безмятежным было это место. Мэй добавила, что основными отраслями промышленности королевства являются молочная промышленность и виноделие. Позже из сумки Аканы выскочила маленькая Рури и представилась. Она сообщила им, что ее обычное тело находится на ремонте, так что на этот раз ей пришлось быть маленькой. Прошло всего несколько часов. Сота вышел из туалета, чтобы вернуться в назначенный им вагон поезда, когда столкнулся с членом королевской семьи. Это была девушка с длинными седыми волосами, сияющими фиолетовыми глазами и в черном королевском платье. Она представилась как Хакуа Берсерк Блойдфилд, 14-я принцесса королевства Блойдфилд. Она очень интересовалась японской культурой и ниндзя, поэтому они решили поговорить об этом в специально отведенном для нее вагоне поезда. Пока они обсуждали это, Нами нашла Соту и спросила его, чем он занимается. Рори установил на Соту устройство слежения, которое позволило им найти его. Нами официально поприветствовал младшую принцессу и поговорил с Сотой о ней. Без предупреждения на телохранителей Хакуа напал убийца, который выглядит точно так же, как обычно выглядит Рори. Рори сообщил им, что это новая европейская модель, которая была недавно выпущена и предназначена для убийства. Они пытались бежать, пока не добрались до последнего вагона поезда. У них не было другого выбора, кроме как отпереть засов и отделить последний вагон от поезда, чтобы избежать смерти Хакуа. Убийца был создан для того, чтобы убить ее, но им удалось сбежать. Прежде чем убийца успел прыгнуть, чтобы поймать их, на нее напала таинственная девушка в маске. Им удалось сбежать благодаря новому навыку, который Сота открыл с помощью флажков. Вместо того, чтобы просто читать их и менять флажки, он смог использовать эти флажки, чтобы найти решение и сбежать. Нанами спросила его, что им нужно делать теперь, когда поезд оставил их позади, и он ответил, что тогда им лучше просто идти пешком. По сюжету это была история смерти и возрождения, печальная история о странных флагах и героях. Некогда мирная страна погрузилась во тьму. Небесная богиня была запятна на тьмой и доверила свою силу мальчику, которому вскоре предстояло умереть. Она превратила его в флаг. Это был королевский флаг, который мог изменить судьбу королевства. Принцессы и герои сражались за свои жизни, рыцарь, маг, епископ и ниндзя потеряли свои жизни у первых ворот, а самурай был проклят, защищая флаг у вторых ворот. Королева была отделена от героев у третьих врат. Она пыталась сбежать с флагом. Все трое, которым пришлось идти пешком, чтобы добраться до замка, прибыли в общий центр королевства. Хакуа испытывала благоговейный трепет перед всеми самыми обычными вещами, которые были для нее такими новыми. Они присели отдохнуть на площадке у фонтана, пока Сота расспрашивала Нанами о том, что делать дальше. Когда она сказала ему, что совет семи добродетелей скоро найдет их и доставит в безопасное место, несмотря на то, что они находятся в опасности. Это меньше всего беспокоит короля, если не считать Хакуа. Она также поделилась с Шотой одним секретом и рассказала о короле. «Мне сказали, что у короля осталось не так уж много времени, а это значит, что стражникам придется действовать быстро, чтобы доставить всех принцев и принцесс к их отцу, пока не стало слишком поздно». В конце концов, к ним подошли мужчины в зеленых одеждах, вместе с желтоволосой девушкой, которая была их лидером. Они должны вернуть принцесс обратно в замок. Внезапно все девочки, которые были в поезде, подбежали к Соте и обняли его. Многие из них плакали от волнения, а некоторые были сбиты с толку новенькой девочкой, которая держала Соту за руки с тех пор, как они приехали. Нанами познакомила Хакуа с другими девочками, и все они были доставлены в замок в целости и сохранности. Как только они добрались туда, Элия коронованный принц поприветствовал их и поблагодарил Соту за спасение его сестер. Нанами и Хакуа обняли своего брата, и вскоре после этого все девочки собрались в комнате Соты, когда у них были свои собственные отведенные комнаты. Хакуа выразила свое ликование, посмотрев телевизор в первый раз. Канал внезапно переключился с мультфильмов на прямую трансляцию конференции наследного принца. Все они ожидали этого откровения и внимательно слушали его. 14 и 13 принцессы были дочерьми Элии, а не покойного короля. Они являются истинными наследниками нового трона, и именно поэтому все остальные старшие принцы и принцессы пытались убить их обоих. Узнав о смерти короля, обе принцессы вышли из дома, и по лицу Хакуа было ясно, насколько растерянными и смешанными были ее чувства. Это новость. Она поприветствовала всех собравшихся в комнате и сказала им, чтобы они постарались насладиться празднованием после церемонии смерти. Во время празднования Хакуа пытался посмеяться и немного повеселиться. Шота и Мегуму даже ошибочно приняли за жениха и невесту на празднике, проходившем в тот же день. Сота в конце концов порвал с Хакуа и сказал ей, что понимает, как она пытается быть счастливой, хотя совершенно очевидно, что это не так. Она чувствует отчаяние и печаль по тому, кто хорошо заботился о ней. Она обратилась к Соте за советом, потому что считает его довольно мрачным человеком и имеет большой опыт общения с этим чувством. Он увидел в ее голове раздражающий девичий флаг, который она довольно хорошо выразила. Затем он сказал ей улыбаться и быть счастливой, потому что он думает, что именно этого хочет ее дедушка, а не отчаяния и депрессии. В конце концов ее приветствовали девочки, которые были тронуты ее чувствами к Соте. Они относились к ней как к члену команды, которая хотела взаимно заботиться о Соте. Нанами поблагодарила его за то, что он помог ее сестре. Позже ночью Соте сидела на фонтане в замке и смотрела на ночное небо, так как завтра они покидают королевство. Внезапно ему в голову пришел белый разорванный флаг, и он заметил камень, на котором была вырезана сказка. Он подошел к нему и попытался прочесть надписи, но потерпел неудачу. Пришел нулевой номер. Это была девушка-лидер с желтыми волосами из Совета Семи Добродетелей. Она рассказала ему об этой сказке, и вскоре после этого Соте начал осознавать это и открыто спросил, стоило ли все, что он сделал, в конце концов того. Эта история показалась ему метафорой его жизни. Внезапно нулевой номер спросил, любит ли он этот мир или ненавидит его. Все воспоминания из его прошлого о людях, которые хотели его смерти, и о том времени, когда он пытался покончить с собой, вспыхнули в его памяти. Номер ноль ушла и сказала ему, чтобы он скоро снова встретился с ней, и к тому времени она хотела бы получить от него окончательный ответ. Мемори приехала в общежитие квестов, когда лето уже закончилось. Когда она приехала, была уже ночь, и она хихикала даже на пороге общежития. Она уже давно с нетерпением ждет встречи с сотой и легкомысленно стучится в его дверь, чтобы сказать, что скучает по нему. Когда дверь в комнату сотой открылась, Хакуа приветствовал ее широкой улыбкой. Мемори ахнула, когда поняла, что не знает эту милую девушку, и закричала, кто это. На следующее утро начались занятия, и Хакуа начала учиться в академиях Тагая вместе со своей сестрой Акане, Магуму и сотой в одном классе. Все были в восторге от ее привлекательности и красоты. Я думал, что там уже есть настоящая принцесса. Нами жаловалась и ругала их за то, что она тоже настоящая принцесса, и мило рыдала. Поскольку Хакуа естественным образом смешалась со своими одноклассниками, Магуму и сотой говорили о ней, когда она подошла к ним. Она попросила сотой подписать несколько бумаг и сказала ему, что это означает одобрение кандидатур на участие в конкурсе Академиями из Хадагая, который проводился в самом начале фестиваля. Сотой было поручено подписать заявки на участие в конкурсе для всех девяти девочек из общежития квеста, чтобы они могли принять участие в конкурсе. Девочки сказали им, что присоединятся к ним, если Сота согласится, и даже Мегуму была включена в их число. Курумико, Мэй, Сугуми и Сота собрались за обеденным столом, чтобы обсудить поддержку проекта и то, что Сота должна помогать каждому из них в равной степени. Курумику даже дразнила Мэй за то, что она была счастлива получить поддержку Соты. Все в их классе готовятся к открытию своего стенда под названием кафе с жареной лапшой, приготовленной призраками, в то время как девочки серьезно готовятся к конкурсу красоты. На следующий день Хакуа и Мегаму тестировали костюмы горничной, и Сота похвалила их. После этого он подошел к Нанами по поводу ее участия, и она ответила, что просто присоединяется к ним, потому что не хочет снова оставаться позади среди их группы. И продолжила забивать гвозди на необходимый реквизит. В кафе. В конце концов, Сота целый день ходила по городу, чтобы помочь всем девочкам на их конкурсе красоты и всему классу, чтобы кафе добилась успеха во время фестиваля. А потом наступила ночь. Сота, похоже, никак не могла уснуть. Он вроде бы понимал, как все устали из-за предстоящего фестиваля. Он думал о письме и о миссии, которую он должен выполнить, чтобы узнать правду о мире. Он посмотрел на свое отражение в окне и все еще видел флаг смерти на своей голове. Он беспокоился о его активации и возможности потратить впустую все, во что он сейчас вложил деньги. Нанами заглянула в его открытую дверь. Она сообщила ему, что он оставил свою дверь открытой, и спросила, не пытался ли он снова решить какую-то проблему самостоятельно. Она хотела дать ему понять, что он может обратиться за помощью, но не давила на него. Поэтому она ушла и пожелала ему спокойной ночи. На следующий день подготовка продолжилась, все работы по ковке и проектированию были почти завершены. Сота хотела сделать перерыв и создать комитет по закупке закусок. Акана, Мегаму и Нанами вместе с Сотой присоединились к группе и купили закуски. Во время прогулки девочки почувствовали невероятное счастье, а также все мелочи и прелести того вечера. Возможно, именно это чувство испытывает большинство людей за день или ночь до начала фестиваля, к которому они так долго готовились. Настал день фестиваля, и многие студенты и другие люди отправились посмотреть на первые мероприятия фестиваля. Мемери произнесла свою речь и открыла фестиваль. Театрализованное представление началось с того, что сотни зрителей ждали появления девяти юных леди. Судьями были Сугуми, Каромика и Сота, который был сбит с толку тем, почему он оказался одним из членов жюри. Конкурс начался с представления кандидатов, а затем начался конкурс купальников, в ходе которого Сота должен был обрызгать девочек водой. Затем последовало множество конкурсов, таких как приготовление пищи, караоке и так далее. И когда зрительские симпатии сошлись вместе, все девочки получили точно такие же голоса. Поэтому, чтобы наконец-то почтить память победительницы, я хочу страстно признаться в этом Соте. Наоми начала игру, и никто не ожидал от нее серьезного и самого страстного послания. Она хотела подарить ему еще одно душевное спокойствие. Она хотела, чтобы он продолжал держаться за нее. И с этого момента Сота почувствовал счастье от осознания того, что кто-то там думает о нем, а потом беззвучно заплакал. Девочки плакали без всякой борьбы, тронутые ее посланием к Соте, которую они любят и о которой заботятся. Наконец-то Нанами победила, несмотря на то, что она даже не планировала ничего выигрывать. Призом был бесплатный пропуск на фестивале в любые киоски без какой-либо оплаты. После того, как мы все поели и побродили по фестивалю, оба решили заглянуть в кафе своего класса и посмотреть, как там дела. Когда они подходили к лестнице, девочка с длинными черными волосами набросилась на Соту и умоляла его спрятать ее от чего-то. Они втроем спрятались за лестницей возле одной из классных комнат и проверили, ушли ли фанаты, которые гнались за ней. Так что я хотел спросить ее, что же она такого сделала, что заставило их погнаться за ней. Как только она сняла очки, Нана Мэй закричала «Сара может». Она знаменитый айдол, которого любит вся Япония. Она продала более 10 миллионов компакт-дисков, побила рекорды и является настоящим супер-айдолом. Нанами находится в своем столетном фанатичном режиме и была готова убрать Соту со своего пути, если бы ей пришлось. Сота спросила Серику, почему кто-то настолько популярный пришел сюда. Нанами знала, что она собирается выступить на фестивале, но ее выступление все еще состоится в последний день фестиваля. Она спросила ее, почему она пришла слишком рано и вместо этого присутствовала на первом дне фестиваля. Сарика объяснила это тем, что хотела проверить сцену для своего фестивального концерта, чтобы предвидеть свое выступление и обстановку, в которой она будет выступать. Кроме того, она хотела ознакомиться с самим фестивалем и найти то, что ей может понадобиться. С учетом сказанного, Нанами была искренне заинтересована в том, чтобы показать своего кумира, Сарику, на фестивале и в школе, чтобы провести с ней некоторое время и быть рядом с ней. Они оба так разволновались и начали прыгать прочь, а Сота был ошеломлен, когда подумал о Барде и сказке, которая, казалось, была Сарикой в этом мире. Он отмахнулся от этого, когда ему предложили начать ходить, потому что пообещал себе просто получать удовольствие от настоящего. Время шло, и все трое прошли через множество мероприятий, таких как Сота и Аканы, которые катались верхом, девочки, которые весело проводили время, кормили Соту сладостями. Посещаю кафе и киоски, занимаюсь боксом. День быстро закончился, когда они втроем, наконец отправились посмотреть на место, где располагалась сцена для концерта Серики. Она увидела это, и каким-то образом Наоми извинилась за маленькую площадь. Серика сказала, что это было прекрасно, потому что это напомнило ей о ее дебютном этапе в средней школе, когда ее учители-одноклассники верили в нее. Она раскрыла свое прежнее «я», которое уже тогда почти отказалось от того, чтобы быть кумиром. Если бы не тот особенный парень, которого она встретила на детской площадке, одетый в фиолетовую толстовку с капюшоном, и которого она назвала человеком с фиолетовым флагом. Именно этот парень придал ей смелости и поверил в нее, потому что у нее на голове был флаг успеха. Это вызвало у Наоми сильное замешательство и разочарование, спрятанное на задворках сознание, потому что она думает, что может знать, кого имеет в виду Серика. Но все же она не нарушила момент, когда Серика была рядом, и в конце концов Серика надеялась, что Наоми и Хатати скоро придут на ее концерт и попрощаются с ней. Короткое прощание. Наоми набросилась на Соту за ее претензии, но она остановилась на полпути, потому что Сота открылась примерно в тот же день. Это был тот самый день, когда он собирался покончить с собой. Ночью в общежитии девочки громко обсуждали, к чему они на самом деле готовятся на фестивале в этом году. Наоми подумала, что она думает об одном и том же со всеми остальными, когда объявила, что это концерт Царики. А остальные объявили, что готовятся к постфестивалю танцевальная вечеринка. В то время, как у остальных уже было что надеть, Сота даже не был проинформирован об этом, когда все девушки, включая Мега Мью, захотели потанцевать с ним. Он испытывал сильное давление, но в то же время был переполнен предвкушением того, что они должны провести с ним время. В результате он пообещал всем им потанцевать с ним, в том числе и на нами. Проходили дни, а в школе продолжались праздничные мероприятия. Соревнование подходит к концу, и концерт Царики действительно вот-вот начнется. Прежде чем Серика начала петь свою песню, она сообщила всем, что сегодняшний концерт будет транслироваться в прямом эфире по всему миру, в странах, где Серика известна. Все аплодировали, а Сота была поражена тем, насколько популярной она стала благодаря его словам. Он чувствовал себя счастливым за нее, за то, что она боролась за достижение своей мечты. Сарака искала на нами в толпе, и когда она наконец увидела ее, то улыбнулась. Когда ее взгляд наткнулся на Соту, она вспомнила, как его улыбка похожа на улыбку пурпурного флагмана, и поняла, кто такой Сота. Она начала свою песню, и люди начали танцевать вместе с ней. Сота увидела яркий флаг у себя на голове, а затем и у людей в зале. Он понял, что его флаг смерти не всегда приносит ему злобу и зло. Он понял, что в этом мире есть люди, которые охотно остались бы с ним, чтобы преодолеть его отчаяние и депрессию, те, у кого доброта сильнее злобы. Как сказала на нами, вместо этого он может использовать свои силы для спасения жизни, и это самое главное. Именно так он может любить свой мир, а не поворачиваться к нему спиной. Когда он уже был готов принять яркий свет и принять доброту этого мира, внезапно все вокруг замерло. Когда на сцене появился номер 0, все вокруг стало серым, за исключением Соты и номера 0. На людей проецируются цифры, но они все еще застыли в неподвижности. Встревоженные и растерянные, Сота косвенно спросил номер 0, почему у всех остальных повсюду цифры. Теперь он может видеть другие данные или информацию не только с помощью флажков. На этот раз его способность просто видеть флажки полностью раскрыла свой потенциал для познания реальности окружающего мира. Эти цифры уже существовали, но не могут быть видны невооруженным глазом нормальным людям в отличие от него. И из-за стремительного роста его способностей это привело к напряжению серверов всего мира. Нулевой номер объяснил, что мир, который он проецирует как параллельный мир, в который он путешествовал с Мэй, является всего лишь одним из многих виртуальных миров, созданных Советом Семи Добродетелей для контратаки на ангельская лодка, которая представляет собой систему, существующую в киберпространстве для наблюдения за реальным миром, пришла в неистоство. А если не контролировать ситуацию, то вскоре реальный мир будет контролироваться компьютерными системами, такими как лодка ангела. Сота наконец-то понял свою цель. Его силы необходимы, чтобы победить лодку ангела и спасти мир, так как он может изменить данные обо всех событиях и вернуть контроль над системой наблюдения. Он задал еще один вопрос, прежде чем выполнить свою задачу. Почему именно он был выбран на эту роль? Она ответила, что это произошло потому, что таинственное имя Сакура наделило его своими способностями, и именно причастие решило передать свои силы Соте. После их встречи мир вернулся в нормальное русло, и когда начался послефестивальный бал, Сота была за пределами квестового общежития, оценив его красоту в последний раз. Он открыто извинился за то, что нарушил свои обещания перед девушками, которые ждут своего шанса потанцевать с ним сегодня вечером. В реальном мире 72% финансового маркетинга контролируется лодкой ангелов, в то время как электричество, цифровое оборудование и технологии дают аномальные сбои. Это касается и мобильных телефонов, которыми пользуются люди, и даже светофоров для контроля дорожного движения. Совет семи добродетелей пытается предотвратить катастрофу и справиться с ней с помощью того, что осталось. Нулевой номер сказал ему подождать, пока оружие Сота Хатате прибудет за лодкой ангела. Сота надел плащ и защитное снаряжение для глаз, чтобы использовать свои силы. Затем он отправился в киберпространство, где его окружают одноглазые чудовищные существа с огромными прочными крыльями в огромном количестве. Сначала они напали на Соту, но стали жертвами его смертельных флагов, и некоторые из них пали, в то время как появилось все большее число ужасных монстров. Пока он сражается за мир, который хочет защитить, Нанами очень волнуется, пытаясь понять, почему Акана больше не может вспомнить, кто такой Сота, когда она спросила ее об этом. Отсутствие Соты во время бала. Она пыталась расспросить других девочек, которые были участницами квестового общежития о Соте, но никто о нем ничего не знал. Почти параноик, она даже пыталась заставить их вспомнить о нем, пытаясь открыть его комнату в общежитии. Но все, что они говорят, это то, что это была запертая комната, где Акана и я чуть не умер от падения, и это все еще было опасное место. Поэтому Мемори сказала, что никому не разрешалось входить внутрь. Вернувшись в киберпространство, Саджа потерял большую часть своей энергии из-за бесконечной борьбы с ангельской лодкой. Он упал на колени, но продолжал пытаться бороться, когда услышал голос Зеро из телекома, приказывающий ему отступить. Она манипулировала им, чтобы он защитил королевство Блёдфилд от ангельской лодки, и поэтому он продолжал бороться за спасение тех, кого любил. Вернувшись в общежитие, время быстро пролетело, и память у всех них закончилась, а это означало, что общежитие квестов должно быть разрушено. Все они, кроме Нанами, не помнили Соту и даже задавались вопросом, почему они остались в общежитии квестов, когда оно было очень далеко от школы. Нанами было грустно из-за их ситуации, что заставило ее любопытство к этой тайне подняться выше того, что она может вынести. Она ворвалась в комнату Соды в общежитии и нашла письмо, которое он нашел в шкатулке с сокровищами под землей. Она была совершенно ошеломлена почерком письма, так как узнала в нем свой собственный почерк. Появилась Рури и поцеловала ее, чтобы сообщить ей правду обо всем. Появилась еще одна Нанами, но с распущенными волосами, как у принцессы, которой она и является. Эта Нанами рассказала ей правду о своем брате Сате, о том, что сказка о Блёдфилде превращается в реальность и превратит Соту в флаг. Ангельская лодка произвела революцию в отношении семи добродетелей, которые были хранителями данных реального мира. Они увидели в ангельской лодке угрозу и использовали Сота, чтобы победить революцию. Однако это ставит под угрозу жизнь Соты, если он будет сражаться в одиночку. В свою очередь, мир по-прежнему будет разделен на разделенные виртуальные миры и полностью контролироваться лодкой ангелов, если ее не удастся завоевать. Воспоминания Нанами были рассеяны из-за ее попытки путешествовать в виртуальные миры. Она объяснила, что Нанами сама беспокоилась за своего брата и пыталась спасти его от ужасной судьбы, предсказанной в пророчестве, поэтому последовала за ним в виртуальный мир. В ответ на это ее виртуальное я было заключено в тюрьму. Ее виртуальное я зашифровано в Рори, потому что у нее не хватило энергии, чтобы настроить свою программу, и она случайно нашла тело Рори. И теперь, когда они встретились, они готовы синхронизироваться и помочь своему брату. Девочки последовали за ней в его комнату. Аканы плакала, пытаясь понять, почему ей казалось, что она забыла что-то важное. Нанами попросила их спасти его и рассказала о своем брате. Они собрались вокруг подземного сундука с сокровищами и помнят о присутствии Соты и ее роли в жизни каждого из них. Вспышка света пронзила небеса, и сцена переместилась в киберпространство, где Сота постоянно сражается, в то время как номер 0 ликует от радости. Начали появляться флаги смерти. Он спросил себя, что происходит. Внезапно огромный корабль взорвался вспышкой света. Все ожидали, что он будет анонимным, а девочки представятся в качестве его флагов подкрепления. Беззащитные и безмолвные от его благословений, его глаза почти наполнились слезами при виде них, его силы и разума. Все они сражались бок о бок с Сотой, храбро сражаясь за свою любовь и прекрасные чувства к нему. Он все время спрашивал их, почему они затеяли эту ссору с ним, когда у него больше не было ничего другого, чем он мог бы отплатить им за помощь. Аканы заверила его, что он был чем-то особенным для каждого из них, достаточным и в конечном счете достаточным, чтобы позволить им рискнуть своей жизнью и спасти его. Он наполнил их сердца радостью, как наполнил сердце Аканы эмоциями после того, как она почувствовала себя опустошенной, потеряв своего лучшего друга. Кикуно выпустила на волю своего красного дракона и сражалась с монстрами на ангельской лодке вместе с Мегаму, которая использует свой нож для борьбы. Они все сражались вместе, даже Рури и Мемори. В какой-то момент из лодки появился огромный круг густого желтого света, похожий на ангельский ореол. Все они встревожились и стали свидетелями его ошеломляющего света и излучаемой силы. На нем был изображен флаг последнего финального босса Соты, который одновременно превратился в ангела с корпусом большой лодки. Существо обрушило свой вредный свет на них всех, но только Сота смог защитить его. Он видел, как все девочки лежали на земле, ранены и без сознания. Изо всех сил он пытался противостоять атакующему его свету. Почти теряя силы, он пытался успокоиться и думал о том, какой именно флаг смерти он может использовать, чтобы одержать победу над лодкой ангелов. Когда он начал узнавать о том, какой флаг выбрать, ему вспомнился премиальный амбриэль, с которого все началось. Все они, включая членов общежития, были там, на тонущем и горящем корабле. Прежде чем убежать от опасности, он спас девочку с длинными седыми волосами. Она представилась как демон Лапласа. Не успел он опомниться, как его разлучили с девочками, и он помогает мужчине, которого растоптали мебелью. Вскоре после этого Сота был затоптан камнями, но мужчина убежал, не оказав ему помощи. Вскоре после этого мужчина вернулся с девочками, когда у Соты почти не было надежды на спасение. Он на мгновение усомнился в них и, чувствуя себя виноватым, в этом заплакал. Корабль ломался сильнее, чем когда-либо, и он боялся, что все, кто ему помогал, погибнут из-за него. Демон Лапласа заставил его осознать то, что ему нужно было понять. Он использовал только свой флаг смерти, чтобы сражаться, в то время как у него самого на самом деле нет флага смерти. У всех тех, кто пытается ему помочь, тоже есть свои собственные флаги смерти. Она сказала, что он должен объединить все флаги смерти в один и взвалить это бремя на свои плечи. Несмотря на свою печаль по поводу правды и своей судьбы, он принял это и попросил демона отдать ему все их флаги смерти. Демон сотрет воспоминания каждого из них, и никто из них никогда не встретится, и он будет продолжать проклинать все до самого конца. Однако это не входило в его планы. Он обещает увидеть мир в прекрасном свете. И вот, благодаря их связи, они смогли победить ангельскую лодку, и все вернулось на круги своя. Однако, как только Сота проснулся, он спросил, где он находится, и появился нулевой номер, который ответил, что теперь они находятся в реальном мире. Его борьба была успешной, несмотря на некоторые неприятности, лодка ангелов оставила этот мир позади. Она объяснила, почему он отказался поступить в Академию Хатагая, и как он встретил демона Лапласа во время причастия. Она продолжила, что эти сущности были добродетелями самопожертвования и связей соответственно. И что каким-то образом человечество подвергалось испытанию на предмет того, будут ли они подчиняться бессердечной системе сетей, или смогут ли они принять участие в этом. Держитесь за руки друг друга, чтобы жить вместе. Нулевая цифра сняла свою маску и показала себя Нанами, возможно, Кагурой Блёдфилд, и выразила свою благодарность Соте. Она сказала свои последние слова перед тем, как покинуть его, что его время и воспоминания в виртуальном мире с девушками и людьми, которых он встретил, заставили его увидеть мир как нечто особенное. Красота, в которой можно жить, это всего лишь вспышка реальности, даже если Нанами живет виртуально. Это Саянара, мой принц. Появилась Нанами с букетом цветов для него. Он вернулся в общежитие Квеста, чтобы вскоре переехать туда и снова поделиться новыми воспоминаниями со всеми девочками. Он встретил Акину, которая познакомилась с ним только...